Ну а теперь к основным новостям выпуска. Вчера вечером центральная часть города застыла в большой пробке. Причиной тому стала авария, но не автомобильная, а техническая. Виновником соликамской пробки стал неработающий светофор, расположенный на центральном перекрестке. По словам директора управления благоустройства Сергея Шилова, сбой в работе светофора произошел еще днем. Причиной тому служило короткое замыкание. Восстановить работу светофора удалось лишь к 10 часам вечера. Все это время условной регулировкой движения на перекрестке занимались дорожные знаки. Грузопоток весь идет через город. Дороги не работают. Только час. Транспорт идет через центр. Люди как хотят, так и едут. Насколько усложняет жизнь? Проехать невозможно. Решила бы проблему, ну допустим, установка здесь регулировщика как вариант. Светофор надо делать и все. На вопрос о том, нужен или нет в таких ситуациях регулировщик, мы не получили однозначного ответа от водителей. Поэтому решили адресовать его начальнику Сарикамского отдела ГИБДД. Сотрудников на выставление регулирования так называемого дорожного движения, то есть практика такая была, мы выставляли при таких отключениях, в том числе и при плановых отключениях светофорного объекта. Но, к сожалению, у нас не все водители, будем так говорить, знают жесты регулировщика. И то есть при выставлении возникали у нас такие проблемы, что водитель просто не знает, куда ему при определенном жести необходимо ехать. Повторение – мать учения. И, возможно, многим водителям действительно стоит освежить в памяти правила дорожного движения. Кроме пробелов в знаниях водителей, поломка вскрыла еще одну, хоть и небольшую проблему в работе светофора. Сейчас подрядная организация ПМК-11 проводится профилактические мероприятия для того, чтобы исключить подобные сбои. Сегодня светофор работает в штатном режиме. И остается верить, что профилактика на сети, ведущей к светофору, позволит наладить его бесперебойную работу.